Друзья, сегодня я приехала на Аркутово-16, потому что ко мне поступило сообщение, что в этом доме в 2019 году обвалился потолок, притом обвалился до такой степени, что чудом, что никто не пострадал. Вот и смотришь, и зелено, и фасад красивый, а что скрывается в квартирах, могу сказать только хозяева этого дома. Расскажи о своей ситуации с потолком, он в каком году у вас обрушился? Он упал в прошлом году, 27 июня, случилось вечером, полдевятого, мы собирались с детьми выйти на улицу, потому что было очень жарко, сын у меня вышел первый, мы с дочкой чай допили, пошли одеваться, зашли в комнату, и я слышу какой-то шорох, шум, треск, я не знаю, какие силы меня заставили просто хватить дочку за шкирку и выкинуть ее в прихожую буквально. Я развернулась и, не знаю, этот момент, был, наверное, целой вечностью. Я бежала, и я слышала, как сзади меня падает люстра, с грохотом пар еле держалась. Ну вот эти глыбы, если бы они упали на человека. Они бы убили, они бы убили. Вот даже маленький кусок я бы с трудом подняла, просто цемент, кусок цемента. Если бы не на жирной потолок, я бы, наверное, не услышала вот этот шум, треск, возможно, мы бы там оказались, вот завалы. А у сзади аналогичная ситуация по дому? В квартирах так еще ни у кого не падает в потолок. Вот другие жильцы, кто-то, вот бабуля под нами, она отказалась, потому что мы не ходячие, все убирать. Ну вот она сейчас не ходит, и получается у нее такая же трещина по потолку идет. У нее есть по потолку трещина, да, она боится. А если она лежит, и в какой-то момент у нее просто начнет падать в потолок, она сможет уйти оттуда? Она не сможет, она не ходячая. Я решила сама спросить. А у вас в домах нормально с потолками? Давайте, давайте, спасибо. Потому что мы 16-й, конечно, приехали снимать дом, но и ваш снимем. Ну, то здесь все равно все идут вместе, это так, вы. Давайте, в четвертом году мы переехали туда, якобы, после капитального ремонта. Через полгода, через 8-ю стала уваливаться. Тут вверх потечет, потом обязательно займите. Насчет вот этой трубы, сказала, которая у нас есть, и завтра лопнет. Давайте посмотрим ее тоже. Как дела? Все. Я трубожду, и когда она... Смотрите, здесь тоже прям вода, да, везде? Да, вот оно все течет у нас, оно ничего не закрывается. Вот эта труба, вот ее может с той стороны... Вот сейчас, да, вот смотрите, она течет. Вот это все течет. Вызываем, никто не приходит. А это что такое стекает? И куда главное стекает? Это вот, ну, потом у нас еще здесь все такое, это горячая вода. Вот она у нас есть. Вот эта труба, это канализационная. Если вот она лопает, у нас все кольется. На пол. И сколько вы уже раз вызывали санкетник? Ну, я вот неделю назад ходила, я ему говорю, ждете, когда у нас труба лопнет. А я первый раз, говорит, слышу. А, вот, сейчас я вам. Посмотрите, это делали у нас ремонт. Разобрали стенку. А трубы-то в каком состоянии? Да, это... А их тоже сколько лет не меняли? Должны были, вот, уже три года, как мы вот это все сами закрыли просто, и все. Никому не нужны. За это я устала. Я вот их отделываю сюда на космонавтов, непосредственно, где все у кого-то сидит. Смотрите, они только сняли вот эту вот, получается, плитку, и все? И ничего не сделали? Ничего не сделали. Нет, ничего. Вот дальше вам вот так. Давай, давай. Вот, смотрите, что. А приходит, что делает вообще? А вообще на расстеление этот дом как-нибудь стоит? Нет. Хотели бы, чтобы встал, но не стоит. А вот этой нет у нас. Давайте покажите. У нее вообще только вся черная. А это плесень получается, да? Цинрес вообще мощный. У вас как компания, ведь компания. Да, да. У нас вот сделали вентиляцию, вот эту. Которую вообще нету. Она идет просто на крышу, надо ее вводить до улицы. Крыша должна быть. С крыши. Вот представляете, как у вентиляции? Здесь вентиляция вообще не работает сейчас? Нет, вентиляция работает старая. Виция старая работает. Она гудит. Видите, там полными трусами женскими. Кома не работает. А вот посмотрите, что. Потому что они все там сгнили. Это был дома, когда еще раз оборажал. Это было вентиляцию. Вот они нам сделали новую. И знаете, как она работает? Ветер есть, если с крыши будет, и у нас. Вы знаете, компания сделала поставленную дверь под орган. Которая не закрывается, видите? Все раскладывается. И все, ручится. Это они так уж провели дверь, да? А это просто притащили и поставили. А как так? Я даже могу, по-моему, установить дверь, мне кажется, лучше. Полная часть. Я помню, как я выкинула. Мы куда только не писали. Кошмар. Вы даже не знаете нам, как сказать? Что ответили вы? Капитальный ремонт. Поднимитесь, что же это? Не предусмотрен. Вот так. Что-то же утречено. Видит, какая тречина. Оно у нас ручка. Какая несущая стена. Да, да. Тречина. А вы сколько лет здесь живете? Ну, 5 лет. А ремонт делали косметический? Да, я не знаю. Володь, в каком году делали? В 15 лет назад, что ли? Это, в гостинице, там делали из нормальных комнат, делали плитушки. Ненормально. То есть, получается, вы вызываете, а они не реагируют, да, на ваши... Ну, они там то, что не реагируют, там вызывают, потому что я не вызывал, они вызывали за то, что... Ага, и что? И у них там вроде как финансов, наверное, нет, или там времени нет. Но вы же коммуналку платите исправно, наверное. Мы очень много платим. Мы-то платим все исправно, даже еще платим за капитальный ремонт. У нас столько народу прописано, которых мы даже пофамильно не знаем, кто такие. И мы, вот, похоже, за них платим. У нас коммунальные услуги... Там зоны и времена, там кто-то, наверное, комендант прописал, как он пишет. Мы стараемся в комнату, платим по 8 тысяч. А комната сколько квадратов? 18 квадратных метров. У нас, потому что счетчик один общий на всех. И у вас, наверное, играет совсем. И мы по нормативу, или как вот они, самую большую сумму нам выписали? Да, сейчас только у шести. Да. Сказать, вот когда я кладу в почту банки, у меня беспроцентный, да? И почему-то на 200 рублей меньше там выходит суммы, чем у меня на бумагу. Вот сюда вам нужно зайти еще. А бумагу вам кто... Да, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Не берусь, да? А почему себе банки берут проценты? Путин говорил, не берут проценты, как вы, ащицуете в оплату, а берут те же 2 процента. Вот они все трескаются, видите, лопаются. Видно? Это, получается, плесень, да? Да, плесень. Это я обрабатывала, это что-то не делала несколько раз. Это, наверное, от сырости. А в дом управления ходила, мне сказали, потому что у вас окна какие-то. В смысле окна у вас здесь вообще-то хватает, а стоит и сырость во всем доме. Вот, смотрите, вон там внизу, видите, еще внизу. Не, наверное, как-нибудь. Не вы видите? Сейчас я... Не, где-нибудь. Вон, видите, что там? Это же все легкие, но вы дышите. Да, да. Мы все дышим. А результаты никакого не было. Я вообще не понимаю, как они не говорят, что у них внутри что-то. А вот наружу, хоть пусть не падают, но это же точно рукой за кого-нибудь. Угу. Видите, они. Это с стороны душа. Да, с стороны душа. Вот, вот это все. Наши два дома находятся на федеральной красе, да? И мы всегда удивляемся тому, что в течение года два раза, да? Два раза в год перекрывают этот асфальт. Хороший асфальт, его прям долгят. Вы знаете, прям вот мы смотрим и в шоке от этого. А у вас во дворе? Какие миллионы? А у нас во дворе лужи, мы даже в дом попасть не можем. Сходила я в этом году, жил. И что мне сказали? Все деньги ушли на коронавирус. В этом году ничего вам делать не будем. Делайте своими силами. А вот эта ледневка, которая у вас идет, получается, что она вот здесь застаивается? Она вот здесь забитая, ее никто не своими силами раньше ее чистили, а сейчас ее никто не чистили. Но она, получается, вся вытекает потом на центральную дорогу, да? Вот если бы она работала, так бы она медленно вытекала и не так бросала. А если ее пробить, то вот я же тогда говорю, всю Казань мне как-то туда признали. Чистили ее. Неужели, говорю, так много денег надо, что вот эти два дома, два створечника расстелить, а? У вас здесь два дома таких осталось? Ну вот и вот, двухэтажки наши ждут, когда вот рухнет, как в двухэтажке потолок рухнул, но не сегодня, а завтра у нас рухнет. Да, до сих пор мы ложимся спать, я лежу и слышу тишину. Не падает ли где-то что-то, мне просто страшно. Вот осталась хобия какая-то внутри. Ну, я думаю, что если такое вживую увидеть, я бы, наверное, вообще переехала, вот, честно, с этой герой. Да, мы думали об этом. Ну, пока возможности. У меня не повесят, член. Вас слишком много, если убьют только меня.